Парточки. Жили-были три бедовых внучонка – Лёшка, Фомка и Нил. На всех троих одни только парточки приходились, синенькие, да и те были с трухлявой ширинкой. Поделить их не поделишь, а надеть неудобно, из ширинки рубашка заячьим ухом торчит. Без парточек горе. Либо муха под коленку укусит, либо репетишки стегнут хворостинкой да так ловко, что до вечера не отчешешь битое место. Сидят на лавке Лёшка, Фомка и Нил и плачут, а парточки у двери на гвоздике висят. Приходят чёрные тараканы, говорит мальчишкам. Мы тараканы всегда без парточек ходим, идите жить к нам, отвечает ему старший Нил. У вас тараканов зато усы есть, а у нас нет, не пойдём жить с вами. Прибегает мышка. Мы, говорит, то же самое без парточек обходимся, идите с нами жить, с мышами. Отвечает ей средний Фомка. У вас мышей кот ест, не пойдём к мышам. Приходит рыжий бык, рогатую голову в окно всунул и говорит. И я без парток хожу, идите жить со мной. Тебя, бык, все нам кормят. Разве это еда? Не пойдём к тебе жить, отвечает младший Лёшка. Сидят они трое, Лёшка, Фомка и Нил, кулаками трут глаза и ревут. А парточки соскочили с гвоздика и сказали с поклоном. Нам, трухлявым, с такими привередниками водиться не приходится. Да и шмык в сене, а из сеней за ворота, а из ворот на гумно, да через речку и поминай, как звали. Покаялись тогда Лёшка, Фомка и Нил, стали прощенья у таракана, у мышки, да у быка просить. Бык простил, дал им старый хвост, мух отгонять. Мышь простила, сахару принесла, ребятишкам давать, чтоб не очень больно хворостинка стегали. А чёрный таракан долго не прощал, потом всё-таки отмяк и научил таракань ей мудрости. Хоть одни и трухлявые, да всё-таки парточки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok